Ромашкин Евгений Николаевич Наше судно было построено в 1926 году. Оно было построено в Германии. Это классический винджаммер или так называемый выжиматель ветра. Судно, которое под брусами доставляло груз из Южной Америки в Европу. Судно совершило 17 рейс на период с 1926 года до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году препарации перешло под военно-морской флот Советского Союза. В 1946 году судно, которое именовалось ранее Падуя, и вы можете видеть перед вами судовая рында, имеет два названия. Одно из них Падуя – это изначальное название нашего судна. И второе – это Крузенштерн в честь Ивана Федоровича Крузенштерна, российского адмирала, который совершил первое пругосветное плавание на шлюпах Невая Надежда в 1803-1806 году. Сейчас в преддверии открытия судна для посетителей Захангельска вы можете видеть, как наши практиканты подготавливают судно, соответственно, надраивают всю медь и готовят все соответствующие необходимые снасти для того, чтобы все подготовить, и люди могли уже к нам приходить на борт. Здесь находятся швартованные концы, которыми судно держится во время стоянки в порту у причала. А когда мы находимся в море, здесь постоянно находится вперед смотрящий – это тот кадет, которого назначают нести визуальную и слуховую вахту. Если мы находимся в тумане, он должен отличить звуковые сигналы какого-то судна впереди и доложить на мостик. Если мы находимся в пределах хорошей видимости, его задача увидеть какую-либо цель на воде, это может быть как судно, так и какая-то лодка, какие-то снасти, какой-то буй или какая-то веха, и, соответственно, доложить на мостик, чтобы вахтенный помощник капитана сумел отвернуть от той опасности, которая перед нами может быть. Если вы глянете отсюда на мостик, то в момент постановки парусов вахтенный помощник вперед в определенном секторе смотреть не сможет. Поэтому без вперед смотрящего здесь фактически не обойтись. А сейчас мы с вами пройдем к фок-мачте и там продолжим нашу беседу. Пойдемте, пожалуйста. В настоящее время наше судно совершает плавание, которое посвящено 70-летию Победы. Согласно распоряжению правительства за номер 712 от июня 2014 года парусным судам Российской Федерации Седов, Мир, Крузенштерн доверена такая честь, как за каждым закрепляется свое рейсовое задание. И в эту годовщину отдания почести ветеранам Великой Отечественной войны у нас совершаются на борту тематические выставки, перед которыми мы сейчас находимся. Это одна из них. Вторая у нас будет на территории Первого Грота и вторая, соответственно, рядом с Бизанью. Мы сейчас пока идем с вами по экскурсии, посмотрим все эти выставки. В каждом порту мы прошли уже Сочи, Новороссийск, Керчь, Севастополь. В каждом порту мы принимаем на борт судно ветеранов, соответственно, отдаем все почести за тот нелегкий труд во время этой Великой Отечественной войны, и благодаря которым удалось отстоять мир в борьбе с фашизмом. На данной выставке вы можете видеть основные моменты, это памятные фотографии, памятные удостоверения, сводки из газет, с которыми может ознакомиться каждый житель города Архангельс, в частности сейчас, и, естественно, каждый тот человек, который приходит к нам на судно. На сам камбус мы не пойдем. Вы можете видеть через световой люк, что повар готовит уже обед. Соответственно, вы можете представить, что такое готовить на экипаж в 220 человек. Если это какие-то такие блюда, скажем, какие-то котлеты или что-то порционное, то это на 220 человек и плюс некоторый запас. Вот в этот световой люк, вы можете глянуть, видите, и там повар в берете, соответственно, в белом костюме, машет нам рукой. Виктор, помашите рукой. Вот, видите, да. И, соответственно, они занимаются сейчас приготовлением супа на обед и приготовлением вторых блюд. Добрый день. В данный момент мы находимся возле стойки плотов. У нас на судне 34 спасательных плота. Все плоты соответствуют конвенции СОЛО 1974 года. Вместимость каждого плота на 20 человек. С учетом того, что если с одного борта во время, скажем так, крена судна, в тот момент, когда ими придется воспользоваться, у нас был двойной запас. То есть, представляете, 220 человек этих плотов по одному борту будет достаточно на весь экипаж с запасом, если, предположим, с другого борта у нас нет возможности из-за крена спустить их на воду. Конечно же, спасательные плоты, я в двух словах вам расскажу, предполагается, что весь плот находится в этой капсуле. Две составляющие плота крепятся бандажом. Бандаж – это три черных ремня. Каждый бандаж закреплен в проволоку. Это не что иное, как разрывное звено. Соответственно, когда камера газонаполнения сработает, и плот начнет раздуваться, для того, чтобы... Сейчас, секунду. Для того, чтобы прийти в боевое положение, он наполняется баллоном газонаполнения. При его срабатывании цепочка на бандаже рвется, две капсулы раскрываются, и, соответственно, у нас получается целый плот. Гидростат предназначен для отдачи Найтова. Вот эта снасть называется Найтов. И за каждым командиром плота закрепляется его экипаж. Когда весь экипаж был в сборе, пожалуйста, вы можете видеть, что трап один и второй, они опускаются до воды, лейра, которые у нас находятся слева, отдаются, и посредством рычага плоты запускаются, спускаются на воду. Теперь мы пойдем к штурвалу, прошу вас. В настоящее время мы находимся возле штурвала нашего судна. Это действующий штурвал. Еще, будучи кадетом, я стоял здесь вахту на руле. В любое время дня и суток, то есть и ночью, и днем, в тормовую погоду, в солнечную погоду, в дождь, четыре практиканта и один матрос несут здесь постоянную ходовую навиграционную вахту. Показания магнитного компаса находятся перед вахтенным матросом, соответственно, по нему он держит курс, а курс уже непосредственно подает судоводитель. Это вахтенный помощник капитана, это может быть второй помощник, третий помощник, старший помощник. Задают курс вахтенному матросу и он уже по магнитному компасу, соответственно, дает команды лево 10, право 10, прямо руль и в зависимости от обстановки удерживает заданный курс судна. А теперь мы с вами пойдем на мост. Наше судно оснащено самым современным оборудованием, начиная от электронной картографии, радаром, соответственно, поскольку мы парусное судно, для нас очень важно получение достоверной информации ветра с помощью приборов анимометр. Вы можете видеть, они указывают направление ветра и они указывают, соответственно, скорость ветра в метрах в секунду и в узлах. Эта информация поступает на датчика, который у нас дублируется, то есть есть основной и есть вспомогательный. С помощью них мы можем планировать какое-то движение, планировать перебросок курьев, то есть изменение положения рей относительно диаметральной плоскости судна для того, чтобы при изменении ветра и необходимости движения в нужном направлении поймать сопутствующий ветер и максимально его использовать. Поскольку в наше время фактически все судоводители уже привыкают к тому, что вот они идут из точки А в точку Б и там, конечно же, никто не задумывается ни о каком ветре, там задача прийти из одного порта в другой максимально короткое время. То нам надо это все планировать в таком плане, чтобы по максимуму использовать ветер, поэтому парусные суда фактически никогда не ходят по прямой и если возникает какая-то задача прибыть из, скажем так, грубо говоря, из Архангельска в Калининград, то нам необходимо прорабатывать все сводки погоды и смотреть в каких местах, под какими парусами, каким галсом, с какой приблизительной скоростью как-то рассчитывать мы можем следовать так, чтобы использовать паруса по максимуму. Это не только делается в том плане, чтобы кадеты, судоводители, практиканты, экипаж, скажем так, получили навык в работе с парусами, а это делается в том плане, что экипаж парусного судна, он должен именно соответствовать тому пониманию как парусного судна. Это значит, что каждый человек должен иметь здесь определенное представление о том, что мы, предположим, с Архангельска в Калининград, не просто так по прямой включив какую-то машину, а что мы именно ловили ветер, мы пытались расходиться с циклонами и где-то, может быть, по возможности, оберегая практикантов от тех или иных непогод, в любом случае стремились к тому, чтобы по максимуму следовать под парусами. Здесь непосредственно на мостике осуществляется руководство всеми операциями с парусом. То есть, когда объявляется парусный аврал, а парусный аврал это не что иное, как такой вид работы, в котором задействован либо весь экипаж, либо его большая часть. Соответственно, руководство парусным авралом по отдаче прямых трусов, по подъему косых трусов, по перебросок киреев обеспечивается с мостика. Соответственно, вахтенный помощник капитана дает команды ботсманам каждой мачты. У нас на каждой мачте закреплен свой ботсман, то есть ботсман фока первого грота, второго грота и, соответственно, ботсман второго грота, за ним еще четвертая мачта, это бизань. Они уже дают непосредственно задание своим матросам, которые находятся у них в подчинении. И с помощью практиканского состава, с помощью матросов, по команде с мостика, под руководством ботсманов, выполняются все операции с парусным вооружением нашего судна. Также на мостике вы можете здесь видеть, согласно международного свода сигнала, все основные флаги. Каждый флаг имеет свое значение по отдельности, каждый флаг имеет свое значение, если он используется в связке из двух и в связке из трех. Соответственно, каждый практикант, судоводитель во время несения вахты, во время сдачи зачетов, вахтенному помощнику капитана, будь то второй помощник, третий помощник, изучает значение этих флагов. И, соответственно, у него в одном из зачетов и в одном из экзаменационных билетов выпадает ему эта тема. Он знает, что они находятся всегда здесь, что они должны быть всегда по порядку. Они поднимаются у нас вот на флаг фале, который идет на штаге до второго грота. И, соответственно, каждый из них должен это уметь. Но, в принципе, с этими флагами, как юнги, вы должны были уже сталкиваться, как мне кажется. Дальше. Здесь вы можете видеть, это черный ящик. То есть это то оборудование, которое ведет запись показаний со всех основных приборов судна. То есть это и с гирокомпаса, с магнитного компаса, курса указателя, пироруля. Соответственно, все команды с мостика, все записывается на черный ящик. И в закодированном виде все поступает на вот эту вот коробку, которая находится перед вами. Это как у самолетов, когда происходят какие-то инциденты, находится черный ящик, назначается комиссия, она расшифровывает все вот эти бортовые записи и потом делает какое-то заключение, расследование. Такое оборудование устанавливается на судах в том числе. И вы в данный момент можете видеть его перед собой. Дальше вы можете видеть у нас выносной пульт. Он сделан для удобства. Вы могли видеть, что пульт управления нашими двигателями находится непосредственно на мостике. И для удобства, для того, чтобы работать с лоцманом и иметь больше представления, предположим, при шмартовке, потому что из штурманска это не так удобно, есть так называемый выносной пульт. Здесь основная информация по положению пира руля. Соответственно, можно отслеживать курс и как его, насколько корректно выполняет команда рулевой, которая находится, опять же, в штурманской. Здесь у нас находится пульт управления машиной. Соответственно, все, что красное, это хода назад, задний ход, то есть малый задний ход, средний задний ход. И все, что идет белый и вперед, это, соответственно, передние хода. Левая машина, правая машина. Соответственно, в данный момент вы можете видеть положение стоп. И когда у нас практиканты спрашивают, действительно ли мы идем под брусами, то любой практикант может видеть, что ручки стоят в положении стоп, и на датчиках оборотов в минуту будет положение 0 и 0. И тогда судно идет только под одними брусами. А теперь мы с вами аккуратно вот здесь проходим, по трапу спускаемся и заходим в судовой храм. Сейчас мы находимся с вами в судовом храме. У нас на судне, за нашим судном закреплен отец Александр. Он из Калининградской епархии. И, соответственно, когда у него есть время, он приезжает нам на судно для проведения служб. Иногда, когда позволяют условия, он находится на судне на каком-то переходе. Соответственно, те практиканты, те члены экипажа, которые имеют такое желание, такую необходимость пообщаться напрямую с отцом Александром, имеют такую возможность. А свои службы, я извиняюсь, он проводит непосредственно в храме. Если посетители, гости судна, которые приходят к нам на борт, могут оставлять записки о здравии, об упокое, и оставляют у нас на столе, то когда отец Александр приезжает на судно, соответственно, он проводит службу и молится о здравии тех людей, за которых просили люди в том или ином порту. Храм у нас зачастую открыт. Единственное, что во время такой уже непосредственно прям сильной штормовой погоды мы стараемся что-то убрать, чтобы где-то что-то не попадало. Но практикантский состав и экипаж судна практически всегда, когда испытывают такую необходимость, может попасть в судовой храм. Перед вами дежурная шлюпка. У нас на судне две дежурные шлюпки. Экипаж шлюпки составляет 10 человек. В обязательном порядке это один из судоводителей, который будет управлять шлюпкой. Это обязательно матрос, который подаст кончик на берег для того, чтобы пришвартоваться. Это механик, чтобы обеспечить работу двигателя. Это представитель из медицинской службы, доктор или фельдшер. И, соответственно, радист, который обеспечивает связь судно-судно, судно-берег. Таких дежурных шлюпок у нас две. И, соответственно, по тревоге человек за бортом, когда подается сигнал 3 продолжительных по 5-6 секунд, члены экипажа, которые закреплены за дежурной шлюпкой 1 или 2, по команде сразу прибывают сюда, занимают места. Шлюпка майнается, и они направляются в то место, куда упал предположительно человек. А теперь мы пойдем в судовой музей. Здесь все шумит, но можно глянуть. Это капы машинного отделения. Посмотрите. Соответственно, машинное отделение, вахтенный механик, вахтенный моторист, моторист первого класса несут вахту 4 часа, каждые 4 часа через 8. Мы находимся в радиорубке. Начальник радиостанции, судовой радиостанции, Гаштанов Леонид Вячеславович. Леонид Вячеславович, вы скажите, пожалуйста, пару слов для нашей практиканта ЮНГ из Архангельска о вашей работе, о вашем оборудовании, и мы потом продолжим наш поход дальше. Оборудование ГМСЗВ полностью дублирует. Установлено на мостике в целях обучения практиканского состава. А также здесь установлено оборудование для обеспечения спутникового телевидения. В данный момент вы можете видеть на экране телевизора. Мы смотрим спутникового телевидения, а также у нас есть спутниковый интернет в САП для передачи судовой корреспонденции. Так, у меня есть помощник электрорадионавигатора и радиотехническая служба на судне. Она ответственна за все электрорадионавигационное оборудование судна, а также за все виды морской связи. За это, в принципе, все. Спасибо большое. Теперь мы находимся на корме нашего судна. Здесь у нас аварийное рулевое устройство. Привод Дэвиса. Соответственно, вы можете видеть здесь репитер гирокомпаса. Рулевой матрос обеспечивает удержание судна на курсе по репитеру гирокомпаса, а на указателе положения пера руля может видеть угол отклонения самому руля относительно диаметральной плоскости ДП. Перед вами магнитный компас. Это ее магнитный компас УПКМ-127. Советская модель. Работает по сей день, работает как часы. Вы можете видеть, посмотрите, пожалуйста. У него три степени свободы. В зависимости от того, какая качает, не качает судно, соответственно, он будет все время находиться в нужном положении. Что касается привода Дэвиса. Мы замыкаем пальцем. Палец, это, конечно, не так, что в вашем понимании палец, да? А этот вот палец, стальной штырь, он соединяется, выдвигается, конечно же, нужен такой сильный матрос, он это все приподнимет. Задвигается вот эта тяга и заводится палец. После этого, когда практиканты крутят уже непосредственно руль, перо руля относительно судна, если вот так опускаем, перо руля относительно судна поворачивается. И вы можете сравнить, если перо руля у нас 12 метров квадратных, то с мостика это сделать можно легким движением руки, и руль уже повернется на заданный угол, предположим, на 15 градусов. И, соответственно, повернуть перо руля гидравлическим приводом на основном рулевом устройстве, это незначительное усилие, раз и все. А когда надо повернуть с помощью вот этих тяг, своими руками, четырем кадетам, то вы представляете, вахты 4 часа, 4 часа, то практиканты чувствуют в конце прилив сил. Потому что это достаточно сложная такая вахта, особенно если одно дело, когда такая солнечная, замечательная погода, и можно смотреть на дельфинов и на чаек, и совсем другое дело, когда это штормовая погода, и волна бьет впервые руля, и достаточно сложно удерживать курс, то, конечно же, это и есть настоящая школа, школа под парусами, чтобы практиканты нашего судна получили те самые знания, опыт и навыки управления судна именно в том ключе, что они осознают важность работы сообща, то есть важность работы в коллективе. Никогда не будет такого практиканта, который мог бы повернуть перу руля на приводе Дэвиса в одиночку. Никогда не будет такого практиканта, который мог бы поставить, укатать или поднять косой парус один. Здесь все делается совместно. Но, в принципе, поскольку вы юнги, и в дальнейшем вы как-то планируете или позиционируете вашу работу в море, я думаю, со временем вы к этому выгоду придете уже и сами. Продолжение следует...